Подарить счастье нельзя, зато его можно разделить на всех. В поездке в Шуйский дом-интернат для умственно отсталых детей участники благотворительной акции готовились долго. Объявили в соцсетях о сборе средств, организовали транспорт, чтобы все желающие смогли поехать. А главное, привлекли внимание неравнодушных людей. Просмотров много, где-то по 500 тысяч набирает. Многие пишут, у кого-то нет транспортных средств. В этот раз мы не могли организовать газели или еще что-то. Это тоже все деньги надо. В этот раз приехало 30 человек, в тот раз было 8. Я думаю, это хорошо. Я думаю, в дальнейшем будет лучше. Планов много, а времени мало. Сначала погулять со всем маленькими обитателями дома-интерната. Бывать на свежем воздухе малыши любят. И главное, не бояться новых людей. Общаются. И просто очаровали посетителей. Помочь материально не могу. А вот помочь своим вниманием, прогулкой, в принципе, это не сильно сложно. Главное выбрать время. Они все-таки особенные. Им надо еще больше внимания и тепла, и терпения. У нас на наших детей терпения не хватает. А на них еще больше надо. В качестве подарка ребятам привезли материалы для творчества. Пломастеры, краски, пластилин и многое другое. Здесь таким гостинцам всегда рады. Достаточно просто заглянуть в творческую мастерскую. Все поделки в небольшом кабинете уже с трудом помещаются. Обратите внимание на эти две работы – попугай и рыба. Можно им гордиться по праву. Потому что мы с воспитанницей, с одной, с Юлечкой, делали эти работы из бросового материала. Это, так сказать, искусство из мусора называется. Сделано с любовью и старанием. Как результат, многие работы победители различных конкурсов. Возможно, новые констовары помогут дальше развивать творческие способности. За чашкой чая ребята рассказали о другом своем увлечении. Оказалось, воспитанники – юные театралы. Любят смотреть постановки и участвовать в них. В связи с этим еще один подарок пришелся как нельзя кстати. Гости привезли с собой сказку. Она о чудесном мире с говорящими животными и забавными приключениями. И хоть настоящая жизнь на сказку мало похожа, в ней должно торжествовать добро. А это в руках каждого из нас. Подобные акции – пример того, что ни занятость, ни расстояние, ни помехи. Помощи или простого внимания ждут сотни ребят. Главное – захотеть помочь. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.